заряжен холдбек ну наверное то же самое можно сказать и про фазлидина раджабова очень много бойцов из его региона приезжает за сурхандария что же бой начался достаточно такой жесткий low kick в тайской манере от возле дина еще один туда же я думаю что он прям в голове держит что его хотят перевести на настил но пока как раз защищается дистанции а именно вот этой работой по ногам к широченный стойку от имамбека ох на руках он опасен да вот кстати и логики начали приносить плоды какие-то после 4 лоу кика уже немножко подгибается нога у колдебека но настрой остается серьезный еще один лоу кик туда же уже вырисовывается картина примерно к чему идет фазлидин доносит не забывает защищаться довольно тяжелый но вроде в защиту был самое интересное что не стал продолжать холдбек он просто отошел на дистанцию и мамбай вновь лоу кик от раджабова ой 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 сблизились и дальше колено не донес такой очень в очень уважительной манере раджабов вообще проводит свои бои ну да наверное лора что в этот с другой стороны об этом наверное стоит забыть когда ты дерешься наверное уважение нужно после уже боя выказывать своему сопернику хороший чистый пропущенный удар и после около дебек уже наверное кажется таким фаворитом но он меняет меня это же такая двоечка в корпус а дальше правую в голову да последний очень сильно заряжен именно на лоу кик и как будто о другом забывает собственно из-за этого и пропустил вот опять лоу кик лоу кик лоу кик все достаточно читается хорошая октауская школа бокса может дать свои плоды вновь очередной лоу кик вот раджабова точнее намерение было его совершить вот право вот ничего себе ой о чем такой какой-то нестандартный в ногу потом в корпус и в итоге сам оказался внизу дальше какие-то кульбиты и по итогу уже и мобай сверху до советует ему бить локтями приселом в маунт я думаю что это все начало уже конца потому что отсюда будет очень тяжело парню который не слишком хорошо разбирается в борьбе но нет а если сразу же отдает таким толчком пытается сбросить соперника и мамбай тоже не очень хорош внизу позади немножко захромал такое ощущение у меня было но бой вернулся в стойку и вот у кого-то капа вылетела уже ну и мамбай мамбай нет рада всегда так опору на переднюю ногу делать и мне кажется такая манера да у него но там прямо сейчас посмотрел на свою ногу мне кажется что может быть немножко подвернул посмотри немножко хромает ощущение есть даже поменял стойку получается уже раджабов и я могу предсказать опять . размера зашатала зашатала раджабова уже покраснение и опять однотипно может быть и мамбай работает но это все дает дает свои дивиденды приносит плюсы мобай помощнее выглядит и на самом деле не хватает наверное это раджабову для победы веры в себя какой-то плюс да такая неплохая защита от борьбы очень здорово смотреть на равных всегда соперников в плане борьбы потому что либо есть это два мастера они показывают и красоту грэплинга либо когда это два человека который не сильно в борьбе шарит и тогда они пока что что-то интересное потому что нет такого переезда с одной стороны какого-то поэтому здесь на борьбу достаточно интересно смотреть и мамбай цепляет бьющие рычаги уже требуют болельщики финиша и по моему сейчас было довольно серьезный пропущенный удар от фазли дина ой опять зарубаются хорошо фазли дина как будто не хватает тоннажа в руках то есть он доносит удары но они вот сейчас уже не совсем причем да не мамбай как вообще даже не никак не заботят и даже удары ногами выглядят такими вялыми медленными хороший обмен подтверждает лицо фазли дина мои слова он сказал да неплохо неплохо зарубились еще раз пропускает говорит что нет все в порядке но мы-то знаем что удары каждый удар несет за собой урон попытка прохода в ноги у него вообще проходы я сейчас понял они больше отвлекающий маневр уже какой раз он показывает проход чтобы потом начать атаку ну и нащупать свою дистанцию все никак не удается раджа был и возле дин после того как мне показалось он захромал перестал бить лоу-кики лоу-киков не было во второй половине боя от слова совсем то есть главное оружие на старте этого поединка что у него получалось я думаю что там наверное 6 акцентированных лоу-киков точно достигли своей цели ноги колдебека но перестал почему-то их бить надеюсь с травмой это связано и вообще надеюсь что ни у кого из этих ребят травм после боя не будет смотрим сейчас графику на экране 42 на 28 ударов ведет как раз возле дин мне знаешь казалось когда мы смотрели бой чтоб примерный паритет какой-то был а на графике на 15 ударов больше у фазлидина показывает что неожиданно но по значимым ударом впереди не вам бек колдебек колдебек и мамбай пауза заряжается в этот момент и злидин раджабов напоили его водой от саура утраса опресненная озонированная питьевая вода проходя специальный путь фильтрации зрители поддерживают колдебека местного бойца и просит его потушить свет но есть ощущение на самом деле что бой может продлиться всю дистанцию до 5 очень уважительно оба спортсмена теперь по корпусу передний ногой и да вот теперь мне кажется твои предположения как бы ну да передняя нога начала работают хотя утверждение ну вот хайки к так долго возвращал ее да и бил медленно и без какой-то скрытие слишком явно взрывной подвиг потеряли в скорости ребята еще раз напомню что на свежем воздухе драться намного сложнее чем в помещении с постоянной там температурой и атмосферным давлением да осторожничает возле дин вот сейчас попытался в тайский клич войти и скрутку сделать тайскую но не получилось застаиваешься утверждают то револова или больше фехтовать вот сейчас уже не прут вперед без башена пытаются накидывать джебы эти паузы возле один-то заполняет какими-то ударами тут и мобай мы не видели активных действий давненько возможно копят силы может быть участку то спурт не знаю ну и до этого комбинации работали то есть это опять джеб а дальше правый прямой но в первом раунде вот у него было пару моментов когда он именно мощью давил сейчас похоже она кончилась вот хотел вернулся лолки опять осторожничает датчик зарубаться потеряли обороты на самом деле бой хочется ну зрители не обманешь все кричат надо поработать вот хочется какой-то активности от обоих и вот кстати и мобай сейчас пытался взорваться понял наверное что нужно какой-то наносить урон иначе могут судьи его сторону посчитать этот раунд ну вот видно как он копит силой мобай который его видимо оставили неплохая комбинация корпус голова что это супермен панч ну правда да по молоку опять красиво но да здесь вот знаешь ммм это все-таки конечно и психология тоже оба же устали и ну сейчас просто надо кому-то понять нужно отдать все чтобы соперник проиграл потому что повышение темпа сейчас просто приведет одного из них преди возникла сечка у раджа был на лице ну такая да маленько всем я думаю что незначительная просто поцарапалась кожа мобай одиночным ударом атакой как кажется серию заряжают его болельщики в этот момент он сам же идет да неплохой оверхенд был за контрил раджабов и вот сейчас эта сечка открылась про после этого удара видимо да знает куда бить и мамбай еще а вот и следина кстати видно сейчас покраснение на ноге первым мощный логика его джабо кстати прям видно было что не хочется больше ногу подставлять и вот наконец-то проход в ноги то что нужно было наверное давно сделать и мамбай его и сейчас до позади он немножко конечно теряется не понимает как отсюда работать нужно выбираться а он как в первом бою пытается бить снизу на сайт контрол и дальше уже локти пошли мамбая нет как таковой защиты проджабо пытается встать пытается как-то защищаться но очень много сумбурного действия улучшает свою позицию сейчас и мамбай высаживается в маунт из маунта будет сейчас пытаться реализовать свое преимущество от себя отталкивает локтем у нас 20 секунд на самом деле я уверен и переживет что следина то но наверное за счет вот этих действий не потому что не были в концовке а потому что они достаточно яркими были я думаю раунд ему отдадут 10 секунд до окончания второго раунда довольно высокий локоть попытался пробить имамбай но не получилось ну вот я думаю что за счет этого эпизода имамбай может на карточках студии окажется победим хотя раунд для него не очень хороший получился будем честными я не знаю 3 решающий ли 1 1 мне кажется точно за имамбая вот 2 достаточно равный и вот наверно тогда решить все ну да да конечно знаешь как говорят вот сейчас мы смотрим на графику 44 на 35 выброшенных ударов но аксессирован при этом 12-15 минут контроля вот мама для адреналин гулять по венам возле дину разъярен и подсказал не зря говорят что намного проще делать из борца ударника чем ударника борца вот возле дин видно хочет даже что-то делать трански делать попытки проходов но просто есть не понимали куда базы вот у него отчетливо видно бьет хорошо дистанцию тоже чувствует но не понимает никак вставать никак переводить я думаю что имамбай сейчас точно в углу сказали нам нужен проход и бой твой ты скорее всего он забрал два первых раунда ну да и важно можно заслужить как-то и это все ближе и ближе становятся эти парни друг другу с точки зрения взаимоотношений в первую очередь да потом может вместе будут тренироваться до похоже на то история похожа как раз на реалити-шоу на и за камп реалити где было два врага потенциальных понедрях гранил донченко а после шоу лучшими друзьями стали то есть найза объединяет ну да новый слоган подобрать для нашего мы промоушена мамбай тяжело обоим пытаются они копить силы для каких-то атак но ничего не выкидывая наверное нужно помнить о том что и твой соперник сила эти набирает так очень как будто функционально и мамбай не так хорошо готов именно поэтому пытается как-то распределить энергию опять серия покорный корпус разрядился двоечкой удары видно хотя неплохой сейчас вот это за дина был смелый удар да ну уже нету силы хотя у него вот сам начало больше был такая как это игра на очки наверное вы мобай более такие силовые удары ой 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 пошел на сопи ну да но нет контроля даже закрепить переводит не падает сам при этом вроде его было активное действие вот отдал позицию хотя и мобай для этого вообще ничего не сделал будем честными и и вот теперь как раз наверное до конца этого боя и мобай будет бить опять локти так сайт контрол есть ощущение что у раджабу сейчас в голове просто крутится мысль зачем я это сделал и смысл что он просто не знает как и что делать дальше очень пассивно и мамбай устал раджабов нет хочет драться но не знает просто да как вылезти до засунул колено дальше вот теперь уже полноценно если вы какие-то навыки у мамбая да если мамбай будет пассивничать наверное сейчас поднимут стойку потому что ни ударов ничего не происходит никакой активной борьбы я думаю что стоит поднять ребят интереснее что-то покажет просят зрители колдебека быть активнее мне кажется не слышит просто кричат гаси ну да активнее просто пытается подзавести своего бойца да вот пытается на рычаг локтя выйти и мамбай но да конечно когда два ударника борются неплохой локоть сейчас от и мамбая короткий и вот наконец-то пытается от сетки подняться позади на раджабов и он начинает получаться перекрывается всячески и все равно это не удается ему все-таки встал до джабов дышит тяжело немного трясет пытается распрыгаться в этот момент не очень понятно в чем хорош а раджабов первую с точки зрения морально болевых качеств как мне кажется да крепкий парень а плюс бьет неплохой лоу-хит и мамбай опять наступает но так сам уже теперь раскачивается без ударов до давит без ударов ждет какую-то ошибку на самом деле явный такой вархенд и не знаю да видимо фазледина уже из-за крови из-за до скорее всего устал и ну да все это в купе сказывать джеб на скачке это все что пока мы увидели фазледина и опять руки опущены он по моему даже и закрыться не успеет сблокировать 30 секунд до конца третьего раунда понятно что бой наверно не самый зрелищный получился у этих бойцов ну спешим это на на самом деле то что они не по возрасту а по своим каким-то амбициям только начинающие бойцы 1 1 дебютант 2 1 1 дрался ну нет по моему раджао просто-напросто не вырубить остается 10 секунд включился да почему почему он не делать всего этого раньше оставил на последние три секунды и мамбай своей активности но думаю что здесь даже можно не обращаться наверное судейской коллегии в принципе достаточно все очевидно это 3 0 или 2 1 ну вот второй раунд вопрос только по ним оставляет данные разные вопросы но скорее всего это 30 27 у трех судей ну а нет никаких у нас вопросов и сомнений в том что государство управление спортом наказала огромное содействие в организации турнира на и за 67 за что мы их и благодарим нам господа ну и конечно же ведь черты был занят лишь до этого момента я рассказывал телеканалу спорт плюс на котором идет трансляция этого турнира о том что ему ждать сегодня вот делился своими какими-то мыслями по главному бою вечера занимался этим потому что телеканал спорт плюс это телеканал по которому можно смотреть трансляцию турниров лиги най за и других турниров один из любимых наших каналов dear ladies and gentlemen result of three rounds by decision of judges winner by unanimous decision fighter of the blue corner Калдыбек Иван Ганн!